Привет всем любителям шашечной игры. Меня зовут Олег Бурылов. Сегодня я вам расскажу об основных принципах игры в русские шашки. Самый главный принцип игры в русские шашки это максимально стеснять действия соперника, чтобы у него было как можно меньше ходов. Давайте возьмем позицию, вот такую шашечный этюд. То есть в этой позиции ход единственный у белых, этой шашкой они не могут пойти, потому что черные поставят дамку, у черных также единственный ход. Теперь у белых есть два хода, либо пойти на борт, либо пойти в центр. Но лучше идти в центр, потому что шашки, которые стоят в центре доски, они более сильные. Так же и черные ходят. Вот сейчас у белых есть выбор, либо пойти направо, либо пойти... То есть наоборот, либо пойти налево, либо пойти направо. Но давайте разберемся, если белые пойдут сюда, давайте рассуждать логически, то у черных есть два хода разных, да? А если белые пойдут в эту сторону, то у черных есть только один ход. То есть мы выполняем один из основных принципов игры, максимальное стеснение игры соперника. Поэтому чисто логически понятно, что надо ходить в эту сторону. У черных единственный ход. Вот теперь у белых есть три различных хода. То есть можно идти в эту сторону, дамку ставить на поле b8, либо в эту сторону ставить дамку на поле f8. Либо идти по центру, то есть так-так, либо так-так. И затем ставить дамку на поле d8. Можете поставить видео на паузу, попытаться самостоятельно найти выигрыш. Если у вас не получится, то ничего страшного. Вот смотрите, как выигрывают белые. Надо идти в эту сторону. Ну, черные идут в дамки. И белым лучше всего ставить дамку на поле b8. Ну, по сути, это единственный ход на выигрыш. Теперь что получается? Если черные ходят сюда, то белые занимают бортовое поле по двойнику. Черные отдают шашку, белые бьют. Черные ставят дамку. И белые спокойненько эту дамку ловят и выигрывают. Черные обязаны бить. Белые бьют и торжествуют. Они одержали победу. Если в этой позиции черные ходят сюда, то кажется, что черную шашку никак не остановить. То есть, куда бы ни пошли белые, черные прорываются в дамки. Но на самом деле это не так. У черных пошли сюда. Белые отдают шашку черным свою. Черные бьют. Поставили дамку. И белые зажимают дамку черных по линии нижнего двойника. То есть, куда бы ни сходили черные, белые бьют до конца. И эта шашка остается в заключении. Победа белых. То есть, это один из основных принципов игры. Максимальное стеснение игры соперника. То есть, белые следовали этому принципу и выиграли. Как я уже сказал, лучше всего стремиться в центр. Для белых вот эти поля, поле c5, d4 и f4 являются центральными. Для черных, соответственно, f4, e5 и c5. Ну, вылазить белым, допустим, в начале партии вот на это поле, поле e5, не рекомендуется. Потому что черные начинают эту шашку окружать. И, как правило, она подвержена атаке со стороны черных. Соответственно, черным на это поле лучше не выходить. Потому что белые могут ее окружать и атаковать всячески. Ну, допустим, смотрите, такой пример. Вот, две шашки белых спокойненько сдерживают наступление четырех черных шашек. То есть, как бы черные не пошли, белые не проигрывают эту позицию. То есть, надо жертвовать уже и идти в банки. Две белые шашки, по сути, равны четырем. Представляете? Сила центральных полей. Тут как бы два фактора. Белые заняли центр, а черные еще и на борту стояли. То есть, надо занимать центр. Поля первой горизонтали для белых. А1, С1, Е1 и Ж1. И, соответственно, последние горизонтали, то есть, для черных. Поля Б8, Д8, Ф8 и Х8. В начале партии эти поля, шашки с этих полей сдвигать не следует. Ну, рассмотрим короткий пример. Допустим, белые пошли в центр. Черные связали в центр белых. Белые продолжают развиваться. Черные пошли сюда. Белые пошли сюда. И черные пошли сюда. И вот теперь смотрите. Белые не могут играть своим флангом левым. Почему? Потому что при нападении черные выжидают. Белые бьют шашку. И черные прорываются в дамки. Бьют три шашки и выигрывают. В чем причина поражения белых? В том, что они ослабили дамочное поле в начале игры. Вот эти вот шашки для белых поля Е1. Для черных поля Д8. Эти шашки называются золотые. Их вообще лучше всего не сдвигать. Возможно где-то в середине партии. Есть некоторые исключения. Когда уже в дебюте и белые и черные сдвигают эти шашки. Но лучше их не сдвигать. То есть вот эта вот шашка для белых Е1 называется золотая. Ну вот еще некоторые называют шашку с поля Д2 серебряная шашка. А у черных с поля Е7 серебряная шашка. То есть эти шашки могут пойти и налево и направо. То есть они могут на любой фланг попасть так скажем. И отсюда еще один принцип игры. Шашки должны взаимодействовать. Фланги. То есть есть какие фланги. Есть левый фланг. И есть правый фланг у белых. И соответственно правый фланг у черных. И левый фланг. Вот эти вот три шашки. У белых и черных. Они центральные. То есть если мы уберем их. То увидим что. У белых на левом фланге пять шашек находятся. А у черных на правом фланге. Который противостоит флангу белых. Всего четыре шашки. И также соответственно у черных на левом фланге сильном пять шашек. А у белых на правом фланге слабом. Всего четыре шашки. Из этого следует еще один основной принцип игры. То есть. Ну вы уже сами наверное догадались. В начале партии следует атаковать своим сильным левым флангом. Слабый. Правый фланг соперника. Шашки которые находятся в центре. Вот эти вот. Соответственно у черных. Они нужны для взаимодействия. Теперь поговорим об отсталых шашках. Посмотрите внимательно на доску. То есть. У шашек которые в центре находятся. У них есть два хода. Вперед. Да. То есть. Сюда и сюда. Вправо и влево. И соответственно и бить они могут. Как вправо так и влево. То есть. Несколько ходов. Даже у шашек которые на борту находятся. Есть один ход вперед. Допустим. Уберем. И два взятия. Вперед и назад. Соответственно. У них всего есть три хода. Один тихий ход вперед. И два ударных взятия. Есть три. Так скажем. Хода на выбор. Но есть две шашки у белых. И две шашки у черных. Которые называются отсталыми. То есть. У них есть только один тихий ход. На выбор. И одно ударное взятие. Шашка белых. А1. И шашка H2. И у черных. Шашка H7. И H8. Вот видите. У них один ход. И соответственно. Один ударный ход. Всего два хода. У белых. Так же. С этой стороны. Шашка H2. Один тихий ход. И один ударный. Ну и соответственно. У черных. Так же. Из этого вытекает. Еще один основной. Принцип игры. Что. Отсталые шашки. Надо развивать. И желательно. Чем раньше. Тем лучше. Но. В начале игры. Конечно. Шашку H1. Лучше всего не трогать. Потому что. Она находится на дамочном поле. Это мы уже знаем. Следующий. Основной. Принцип. Игры. В эндшпиле. То есть. В окончании. Партии. Лучше ходить. Той. Шашкой. Которая. Стоит. Ближе. К дамкам. Допустим. Рассмотрим. В такую позицию. Давайте даже такую. Допустим. Вот если ход белых. Допустим. Ну. Этой шашкой ходить бесполезно. Допустим. Белые пошли сюда. И черные успевают прорваться в дамки. То есть. Как бы белые не пошли. Черные успевают поставить дамку. А если бы белые поставили сразу же дамку. Напали на шашку черных. Черные уходят. Белые ждут. И черные не успевают. То есть. Надо отдавать шашку. Побили. Побили. И пошли сюда. Хотя тут тоже ничья находится. Черные жертвуют шашку. Побили белые. И черные также прорываются в дамки. То есть. Давайте еще раз рассмотрим. Неужели выигрыша нет. Такая позиция. Поставили дамку. Отошли. Оно можно было в принципе пойти сюда. И все. И здесь уже выигрыш. То есть. Черные пытаются прорваться. Побили. Побили. И пошли сюда. Вот здесь уже выигрыш. То есть. Черные. Белые пошли той шашкой. Которая была ближе к дамкам. Это один из основных принципов игры. Играть теми шашками. Которые расположены ближе к дамочным полям. Еще один основной принцип игры. Обладание разменами является плюсом позиции. Ну давайте рассмотрим. Небольшой пример. Вот такая позиция. Это называется положение. То есть. Оппозиция. Противостояние белых и черных шашек. Вот давайте рассмотрим. Если белые. Допустим. Не будут меняться. То они в этой позиции выигрывают. При своей очереди хода. Допустим. Пошли сюда. Сюда. И белые. Ходят этой шашкой. Сюда. И сюда. Или допустим. Черные пошли бы сюда. То сюда. Все. Ходить некуда черным. Белые выигрывают. А представим, что ход черных. Черные пошли сюда. А теперь белые выигрывают. Уже разменявшись. То есть. Если бы они не менялись. То партия заканчивается в ничью. И взаимный прорыв дамки идет. А в этой позиции. Белые меняются. И выигрывают. Разменялись. И куда бы черные не пошли. Допустим. Сюда. Белые выигрывают. То есть. Обладание разменом. Принесло белым. Победу. В данной партии. Независимо от очереди хода. Заметьте. Потому что позиция. При размене. Меняется на противоположную. Но об этом подробнее. Поговорим. В следующих уроках. Обладание разменами. Является плюсом позиции. Ну давайте еще рассмотрим. Небольшой примерчик. Знаменитая позиция. Известного. Шашечного мастера. Это. Из Москвы. Кукуева. Николая Кукуева. Ну в свое время. Он. Так скажем. Открыл. Новый дебют. Гамбит Кукуева. Ну или жертва Кукуева. По русски. Вот видите. Симметричная позиция. Что такое симметрия. То есть. Одинаково шашки расположены. Видите. И белых. И черных. Ход белых. Они ходят. ДЦ3. Теперь смотрите. Если черные поддерживают симметрию. То белые нападают. И спокойненько выигрывают партию. Потому что ходить черным некуда. Допустим сюда. Побили. И. 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 Белые выигрывают. Спокойненько. Черные. То есть. Так ходить нельзя. Черные пытаются спастись. Они отдают шашку. Как бить белым. Если побьют сюда. То. Допустим. Черные побили сюда. И. Идет прорыв в дамки. Со стороны черных. Прорвались. И. Все. Ушли в дамки. То есть. Ничья. Но. У белых есть выигрыш. Они бьют. На поле опять. Черные. Видите. Вроде бы. Занимают. Центр. Ближе к центру. Но. Если ходить так. То. Белые выигрывают. Так же. То есть. Пошли сюда. Допустим. Разменялись. И. Теперь. В дело. Вступает оппозиция. Белые отдали шашку. И. Просто. Видите. Повторяют ходы черных. Допустим. Сюда. 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 Все. Черным ходить некуда. Приходится отдавать шашки. И. И. Белые побеждают. Поэтому. В этой позиции. Побили. Лучше черным ходить сюда. Теперь. Черные. Видите. Угрожают. Напасть на шашку. И. Пройти в дамку. И. Закончить партию в ничью. Если. Допустим. Белые пойдут. В дамки. По идее. Согласно основному принципу игры. Лучше играть той шашкой. Которая ближе к дамкам. Но. В данном случае. Все не так просто. То есть. Если так ходить. То черные. Также. Прорываются в дамки. Идет взаимный прорыв. И ничья. У белых. Есть комбинация. Что такое комбинация. Комбинация. Это. Отдача. Форсированная. Нескольких шашек. И. Затем. Проводится удар. В результате. Которого. Белые. Ну. Противоборствующие стороны. Белые. В данном случае. Снимают. С доски. Несколько шашек. Черных. Возможно. Прорываются в дамки. Ну. Есть различные комбинации. Возможно. Там. Просто. Проводят комбинацию. И. Партия заканчивается. Ничего. Если. Допустим. У белых. Плохая позиция. Белые. Отвечают. Делают точный ход. А. Б4. И побеждают. За счет оппозиции. Ну. То есть. У черных выбора нет. Надо нападать. Белые. Жертвуют. Две шашки. Отдают. Третью шашку. И. Сбивают. Две шашки. Черных. Видите. Форсировано. Все. Теперь. Куда бы ни пошли. Черные. Белые. Побеждают. Если пойдут сюда. То сюда. Если пойдут сюда. То сюда. Это были основные принципы игры. В русские шашки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. До свидания.